Уважаемые коллеги, дамы и господа, товарищи, у нас достаточно свободная, толерантная модель, поэтому обращаться можно на свой вкус. Сегодня мы проводим 11-ю международную научную конференцию «Носферное образование в евразийском пространстве». Не открою секрет, что завершается календарный год, 2021 год, как и многие, как большинство, был очень непростым, очень разнообразным, насыщенным. Мы провели за этот год более 100 различных научно-образовательных форумов, мероприятий, конференций. Многие из них прошли в онлайн-режиме, это открыло новые возможности для привлечения очень известных экспертов со всего мира. Если в допандемийный период нужно было приехать, а это не так просто сделать из многих, особенно далеких стран, да и не очень далеких, то, конечно, формат онлайна позволяет привлекать более широкий круг. Но мы, тем не менее, старались все-таки использовать скорее смешанную форму, как и на нынешней нашей конференции, для того, чтобы с теми, у кого есть возможности и желания, можно было не только выступить по телевидению, по сути, но и просто пообщаться, обменяться мнениями и порадоваться, что мы до сих пор вместе. Ну и вот сегодняшняя наша конференция, она завершающая в этом году. И мне кажется, это весьма символично, хотя мы не специально так подгадывали. Скорее, это все-таки объективная ситуация. Что я имею в виду? А имею в виду я то, что мы находимся, по сути дела, вся планета находимся в особом периоде. И как мне лично представляется, именно 21-й год во многом является переломным в смене эпох. То есть это совершенно очевидно. Мы находимся на смене эпох. Эпоха однополярного мира, эпоха всеобщего потребления во всех сферах жизнедеятельности граждан, эпоха, когда миром правили деньги. Ее по-разному называют, называют и демократией, точнее, так сказать, либеральной демократией, предыдущая эпоха. Ну, лично я убежден, что в период либеральной демократии миром правят деньги, а точнее, олигархи. Вот сейчас этот период завершается. Это очевидно, это общепризнано уже не только учеными, но и политиками. И наиболее рельефной такой точкой завершения предыдущей эпохи является послание, заявление, ультиматум, которое Россия впервые за многие последние годы предъявила Соединенным Штатам Америки долгие годы претендовавших на звание хозяина мира. И это не только акт политический, не только акт военный, не только акт военно-технологический, а это факт, ну вот, именно эпохальный, это факт системообразующий. Большой вопрос, что впереди? В какой эпохе мы движемся, к чему мы должны подготовиться, на что мы должны настраиваться? Здесь пока нет ясного ответа, идет поиск, поиск идет в самых различных сферах жизнедеятельности, поиск идет в самых различных уголках нашей планеты. Моя точка зрения, что, ну, конечно, вот в политическом смысле, конечно, это многополярный мир. Там сколько этих полюсов будет, второй вопрос, но он многополярный. Ну, а если более масштабно говорить, то, на мой взгляд, мы приближаемся к формированию эпохи разума. Эпохи разума, эпохи баланса, эпохи договоренностей. Это все будет очень непросто и, возможно, долго, но объективные предпосылки, они свидетельствуют о том, что следующая эра должна быть именно эрой разума и эрой баланса. И замечательно, что для входа в эту новую эпоху есть научная и идеологическая основа. Это учение ноосферного развития, основоположником которого был наш великий соотечественник Владимир Иванович Бернадский. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что сейчас на этом рубеже необходимо от исключительно научных подходов, научных споров, научных поисков, все-таки переходить к практическим действиям. Еще раз хочу подчеркнуть, что теоретическая основа, научная основа, она есть, она подготовлена. Конечно, как я уже говорил, основоположником был Владимир Иванович Вернадский, но после этого многие поколения ученых, прежде всего российских ученых, в том числе и в настоящий период одним из главных разработчиков является наш глубоко уважаемый гуру Александр Иванович Субета. Это все достаточно глубоко и масштабно проработано, но сейчас нужны, я уже об этом говорил, уже реальные последовательные шаги. И, как мне представляется, наиболее перспективным является как раз сфера образования. Сфера образования, именно ноосферные подходы в образовании сначала, а потом, возможно, и вообще ноосферное образование в максимальной степени может послужить тому, что общество постепенно будет настраиваться на превалирование разума, превалирование балансов между различными слоями общества, между различными социальными группами, между природой и человеком и так далее. Ну и ядром, ядром, в перспективе, наверное, и полигоном для осуществления такого образования, ноосферного образования, вполне могло быть пространство евразийства. Прежде всего, Россия, но, как мне представляется, уже сейчас в столь масштабных вопросах нужно смотреть чуть дальше, чуть на большую перспективу и вместе с Россией параллельно осуществлять переход на ноосферный подход в образовании на евразийском пространстве. Для этого есть соответствующие каналы, в том числе и у нас в Российской академии народного хозяйства государственной службы существует такой сетевой университет, сетевая академия, академии госуправления всех государств, входящих в СНГ. У нас надежные, плотные, рабочие, доверительные контакты, взаимоотношения. Мы могли бы, подготовив некий проект ноосферных программ, с помощью этого сообщества, этого партнерства, начинать его продвигать на евразийском пространстве. Имея в виду, что каждая из этих академий очень авторитетна в своих странах и имеют прямой выход на высшее руководство государства. Ну, если коснуться конкретно содержания уже самой академии, самой конференции нашей, ну, хотел бы обратить внимание, что тематика весьма, так сказать, весьма актуальна. Это синтез образования, воспитания и науки в ноосферной стратегии инновационного прорыва России. К сожалению, достаточно длительный период в истории нашей страны образование из этого триумвирата, его цели и задачи было сведено практически только к обучению. Хотя образование – это обучение, это наука, это воспитание. Это как минимум. Вот сейчас уже науку и воспитание ввели опять в программу образовательной деятельности. Я считаю, что четвертый должен быть компонент вообще-то – это еще социализация. Социализация молодежи, обучающихся уже в период обучения. То есть это не должно быть отдельное пространство, где занимаются только воспитанием. Надо, чтобы и обучающиеся уже входили в жизнедеятельность, зоны расположения учебных заведений. Об этом пока не говорят, но я убежден, что это необходимо, и мы это достаточно последовательно реализуем уже в образовательной деятельности у нас в институте. Наша конференция, она в смешанном формате, проходит непосредственно здесь, в конференц-зале нашего института, а также и в онлайн-формате. Ну, конечно, с соблюдением всех эти биологических норм, утвержденных в Санкт-Петербурге. К этому можно по-разному относиться, но для учебных заведений эта норма достаточно жесткая. И там, где она не соблюдается, к великому сожалению, приводит к не очень хорошим последствиям. Вот, к сожалению, уже на этой неделе два крупнейших высших учебных заведений города – самый крупный – это у нас политехнический университет, и на втором месте – СПБГУ. Так вот, оба они перешли полностью на онлайн-формат опять, и на локдаун закрыли общежитие в связи с массовыми вспышками заболевания коронавируса. Поэтому нравится это кому-то или не нравится, соблюдать нормы необходимо, на мой взгляд, в целом, так сказать, в обществе, но в учебных заведениях особенно. Хотел бы также отметить еще одно достаточно для нас важное обстоятельство. На прошлой неделе нам Северо-Западное институт управления РАНХ и ГЭС исполнилось 30 лет. 16 декабря 1991 года указом первого президента России Бориса Ельцина был создан Северо-Западный кадровый центр, потом Политологический институт, а потом Северо-Западная академия госслужб. Ну, конечно, 30 лет на уровне грандов питерского образования, возраст не очень большой, но для возрожденной России 30 лет, в принципе, вполне приличный, так сказать, возраст. Ну, мы встречаем свой юбилей в хорошем настроении, все основные параметры у нас вполне, так сказать, достойны. По численности обучающихся мы входим, так сказать, в десятку крупнейших, уже в города. По количеству приема на платное образование входим в тройку, по баллу ЕГЭ, а это основной показатель качества организации образовательной, входим в пятерку, и без нескольких сотых средний балл ЕГЭ, поступающих на бюджет, 90. Это очень приличные цифры для уровня России, а не только Петербурга. Ну, и так далее. Мы утвердили, в прошлом году утвердили стратегию развития до 30-го года, и это не виртуальный, так сказать, документ, это абсолютно рабочий документ, по которому мы уже живем, и основные параметры нашего развития там сформулированы с максимально широким участием всего коллектива и преподавателей, и работников, и студентов. То есть мы два года над ним работали, подключая практически всех наших коллег. Ну, если коротко, то главной нашей миссии, нашего единственного ВУЗа под штандартом президента Российской Федерации, и, кстати, его можно официально называть президентской академией, а не обязательно там длинное название, российская академия народного хозяйства и так далее, и так далее, главной нашей миссией является научить принимать эффективные решения. Это очень непростая задача, но мы стараемся, надеюсь, что вместе с нашими партнерами, нашими коллегами, мы будем на этом направлении достигать соответствующих результатов. По сути, открывая нашу сегодняшнюю 11-ю конференцию, особо хочу отметить, что ее организаторами, помимо нас, Северо-Западное Северо-Управление РАНХГС, выступили Российский государственный педагогический университет имени Герцена, ГКУ ИНАУ, Научный центр изучения Арктики, Фонд перспективных технологий и инноваций, Ноосферная общественная академия наук, Петровская академия наук и искусств, Международный высший ученый совет и Русское космическое общество. Мы очень признательны коллегам за соучастие, за сотрудничество, за то, что мы на протяжении уже второго десятка лет достаточно эффективно сотрудничаем в реализации столь важной и непростой задачи, как ноосферное развитие. Ну, вы это можете дополнить потом. Ну, вот Александр Иванович, я подсказываю, что у нас гораздо шире, да, гораздо шире список, ну, чтобы никого не обидеть, я назову всех, это также Липецкий государственный педагогический университет имени Семенова Теншанского, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского, Псковский государственный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова, Вологодский государственный университет и научное издательство «Астериум». Ну вот такие представительные научные коллаборации в принципе позволяют обсуждать самые разнообразные вопросы без каких-то ограничений и выходить на выработку новых форматов научного взаимодействия. Развивать проектную деятельность, принимать участие в совместных заявках на гранты и проводить научные и научно-практические мероприятия различного уровня. Вот применительно к грантам хотел бы особо это выделить. Каждый из нас по одиночке или в локальных союзах пытается бороться на конкурентной основе для получения грантов. Ну вот объединение представляется в такие коллаборации, позволяет здесь рассчитывать на большую долю успеха. Поэтому, наверное, стоит подумать, может быть, и подготовить участие в каких-то грантах в таком представительном варианте, что может повысить шансы на выигрыш и получение соответствующих финансов. Ну, по тематике я не буду перечислять, она актуальна, она обсуждалась, утверждалась на программных и оргкомитете. Может быть, остановлюсь на составе участников. Всего заявилось у нас более 60 участников. Состав очень представительный, ведущие ученые, теоретики и практики. И территориально тоже очень сильное представительство участвует у нас, помимо санкт-петербургских, участников конференции Москва, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Дзержинск, Кострома, Саратов, Липецк. И зарубежные есть тоже представители, из Киева, Харькова, США и Китая. Ну, собственно, завершая вступительное слово, хотел бы от имени Северо-Западного института управления РАНХ-ГС еще раз выразить благодарность всем спикерам, которые откликнулись на наши приглашения и участвуют в конференции, как в очном формате, здесь у нас в конференц-зале, так и дистанционно, через имеющиеся сегодня коммуникации. Хочу также отметить, что именно системный комплексный подход к процессу образования, науки, воспитания и социализации молодежи позволяет, как свидетельствует практика, выпускникам становиться профессионалами, что является одной из главных задач, конечно же, образования, и работать на благо граждан, проживающих в любом уголке нашей общей планеты Земля. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, ярких дискуссий и хорошего настроения и иммунитета. Спасибо. Конференция начала работать. Уважаемые коллеги, я представлюсь, субъект Александр Иванович, я буду руководить конференцией. Кто бы сомневался? Хочу сразу сказать всех, кто меня слушает, в том числе «Волна-режиме». Программа была всем выслана, но я буду управлять выполнением программы с учетом, как появившийся докладчик, и уже мы всех регистрируем, так и тех, кто мы будем держать контроль над тем, кто появляется в «Волна-режиме». И таким образом порядок выступающих может быть меняться. Поэтому всех докладчиков, присутствующих вот здесь в зале, и те, кто находится сейчас, как говорится, в боевой готовности, прошу иметь это в виду. Сейчас вот Владимир Александрович своим вводным словом, фактически вводным докладом, открыл нашу конференцию, и у нас в первой части идут приветствия. И я предоставляю слово для приветствия почетному профессору Российско-государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена, заведующему кафедрой социологии уже почти 30 лет. И одновременно, конечно, и, может быть, это важно, не менее важно, президенту Петровской Академии наук и искусств, члену Общественной палаты города Санкт-Петербурга, Алексею Васильевичу темного регалий, Алексею Васильевичу Воронцову. Вам слово, Алексей Васильевич. Спасибо. Уважаемые коллеги, от имени Президиума Петровской Академии наук и искусств я хотел бы всех поздравить с началом международной конференции «Неосферное образование в евразийском пространстве» и сказать, что к этой дате оргкомитет, ректорат подготовились успешно. Как и в прошлом году, мы получаем два тома «Синтез образования, воспитания науки и ноосферной стратегии инновационного прорыва России». За это огромнейшая работа, поэтому, Александр Иванович, Владимир Александрович, огромное вам спасибо за проделанную работу. И это ляжет в основу нашей деятельности. Хочу отметить, что синтез образования, воспитания науки в ноосферной стратегии национного прорыва России, само название у меня вызвало очень хороший прилив чувств, очень емкое, очень удачное и актуальное по своей значимости. Петровская Академия наук недавно провела 11-й съезд ПАНИ. Замечу, что на этом съезде были и профессора Шамахова Владимир Александрович, и, естественно, одним из главных докладчиков, составителем документов, был первый вице-президент Петровской Академии наук и искусств Александр Иванович Шубепте. Петровская Академия в значительной степени пронизана идеями неосферизма, идеями евроазиатства, Евроазии, и это прозвучало во многих выступлениях. Съездом единодушно был принят меморандум, который назывался «Россия и мир. Наука, культура и образование как ведущий механизм и стратегия выхода из экологического тупика истории». Вот он есть, здесь у нас. Да, в этом документе мы его разослали, по сути дела, всем главам администрации, председателям законодательных собраний и руководству страны. В этом документе Академия дает не только научную оценку переживаемой исторической эпохи, но и указывает на базовую роль стратегии выхода человечества из экологического тупика. Это развитие науки, образования, культуры как ведущих механизмов в реализации этой стратегии. Превращение российского общества в научно-образовательное общество. Ни в какое, ни в цифровое, ни в постиндустриальное, именно научно-образовательное общество – это стержень нашей деятельности, над чем мы будем думать и будем эту деятельность развивать и проводить в жизни. В материалах съезда особое внимание уделяется становлению научной школы неосферизма и неосферного образования. Планетарного масштаба – это я беру из своего доклада. Эта школа, по сути, определяет идеологию развития человечества, как я уже говорил, и об этом все чаще говорят серьезные эксперты. Российской научной школы неосферного образования во главе с академиками ПАНИ Александром Ивановичем Суббета, Лавином Ивановичем Шамаховым, Горбуновым, Ивановым выпущены шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый тома коллективных научных монографий «Научное образование в евразийском пространстве». Их авторами стали академики, названные Суббета Шамахов, Горбунов, Семикин, Иванов, Калавангин, Драговцев, Яшин, Радимова, Зеленов, Чекмарев, Краева, Лысенко и многие другие. Академика Суббета в этом направлении за последние пять лет подготовлена около пятидесяти монографий. В 2021 году вышла в свет коллективная фундаментальная монография под редакцией профессора-руководителя Руссо Братищева. Интереснейшая монография, советую с ней ознакомиться, «Россия, Запад, Восток. Новая формационно-цивилизационная конфигурация мира». Кстати, в ней опубликован и большой раздел, глава, по сути дела, Александра Ивановича Субета «Русская цивилизация как выражение исторического синтеза Востока и Запада». Вообще, восточное направление, которое сейчас активно развивает Владимир Александрович Шамахов и его коллеги, ученые, в том числе и мы, это наиболее является перспективным и в какой-то степени спасительным для России. Это вовремя мы взялись за эту проблему. Хотя, конечно, есть немало и проблем, и я хотел бы на них пару слов сказать. Это прежде всего, к сожалению, рост национального эгоизма, если хотите, идеологического национализма в странах Центральной Азии. И как неудивительно, это происходит на местах. Я когда-то был членом экспертного совета по образованию Евразийского Союза, когда был Густав Вадим Анатольевич председателем СНГ и работа с отечественниками, так назывался это. Бывал во многих странах, и прежде всего Киргизии. Меня, конечно, поражало то, что абсолютно все население разговаривало на русском языке. Русское радио работало, пошел на рынок, а это лицо любой среднеазиатской страны. Все разговаривают на русском языке, а там рынок смешанный, и таджики, и узбеки, и киргизы. Все для них русский язык действительно был межнациональным языком. Вместе с тем в этой же Киргизии даже при поддержке министра образования начали активно закрываться школы. То есть почувствовалось притеснение русского языка. Надо сказать, что новый президент, дай бог, чтобы это было так везде, который только что встречался тогда еще, в тот период, когда министр Рязко выступил с Путиным, освободил его от работы. Вот это главная причина. К сожалению, три страны Евразеса, это Узбекистан, Казахстан и Туркмения, из кириллицы перешли на латиницу. Вы знаете, за этим кроется также в определенной степени нотка антироссийская. Вот психологически надо нишу и физически нишу эту освободить от русских, чтобы заполнить своим языком. Поэтому в этих условиях хотелось бы, чтобы наши ученые более активно работали с элитой, научной элитой. Владимир Александрович сказал, и для меня это является новостью, что, по сути дела, сетевая академия присутствует во всех республиках Средней Азии, Центральной Азии. Вот я думаю, через них и попытаться уже на следующий год привлечь их к нашей конференции, и мы бы хоть имели какое-то влияние там. Недавно педагогический университет имени Герцена открыл филиал в Киргизии, в Узбекистане, в Ташкенте. Ну, филиалы, филиалы. Раньше в советский период там открывали институты, школы, и на это никто не обращал внимания. Но я должен сказать, что средства массовой информации президенты правительства Узбекистана уделили колоссальнейшее внимание. Побывали там. Сейчас кто-либо из министров наших едут прямо в этот филиал. Но это хороший такой признак того, что они ждут поддержки, они нуждаются в поддержке. И в этом плане институт Востока, который мы недавно в РГПУ имени Герцена создали, он тоже будет работать в этом направлении. А мы буквально на днях, на следующем заседании президиума, открываем восточное отделение Петровской академии наук и искусств. Тем более, что заявление подал Равиль Хазратович, главный муфтий Санкт-Петербурга. То есть мы бы хотели видеть в Петровской академии людей разных лиц и национальностей. Еще раз, дорогие коллеги, поздравляю с началом работы. Уверен, что она пройдет успешно. Ваши труды мы будем изучать. Передадим их в библиотеку, чтобы читали и другие, а не пылились у нас на книжных полках. Спасибо. Слово для приветствия представляется президенту Наосферной общественной академии наук, одновременно заведующей сектором, вот это ГКУ, ЕНАО, научный центр исследований Арктики, Виктору Васильевичу Семикину, доктору психологических наук, профессору. Извините, я не называл перед этим ученые степени. Потому что Алексей Васильевич Францов, Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Разрешите вас сердечно приветствовать от целого ряда организаций. Ну, прежде всего, конечно, это Наосферная общественная академия наук. Это научный центр изучения Арктики, то есть горячий привет из холодной Арктики. Ну, и еще я представляю также в качестве заместителя председателя экспертного совета Государственной думы по воспитанию культуры, здорового образа жизни детей и молодежи. Значит, этот экспертный совет в качестве заместителя председателя совета. Уважаемые коллеги, я очень коротко хочу вместе с моими коллегами поздравить всех с открытием нашей очередной 11 конференции. И хочу выразить уверенность в том, что конференция пройдет в благотворном творческом режиме, что мы обменяемся новыми идеями, обогатим друг друга, и продолжим совместно в кооперации. Это слово любит Александр Иванович Субета, это понятие. В кооперации продолжим, сказать, наши совместные труды. Идея ноосферизма фактически, идея ноосферы фактически, сказать, уже существует более 80 лет. Идея ноосферизма развивается, значит, Александром Ивановичем Субета уже более 40 лет. И Александр Иванович Субета создатель, во-первых, научной школы, ноосферизма, уникальной научной школы, единственной вообще во всем мире. И, соответственно, он создатель и академии, ноосферной академии общественных наук. И сегодня наша академия объединяет несколько десятков ученых самых разных направлений, самых разных специальностей. У нас и экологи, у нас и экономисты, у нас социологи, у нас психологи, у нас педагоги, у нас военные специалисты. И вот это свидетельствует о том, что ноосферизм является вот той почвой, плодотворной почвой, на которой, сказать, взрастают идеи ноосферизма. Они как бы прорастают, эти идеи ноосферизма, в различных науках. И таким образом, сказать, ноосферизм становится неким синтезатором, интегратором наук. Ибо на самом деле ноосферизм – это сегодня универсальное, новое мировоззрение. Это фактически фундаментальные новые системы координат. И я бы сказал, что сегодня нет более мощной и более перспективной идеи, национальной идеи, если говорить о нашем обществе, о России, чем ноосферизм. Более того, сказать, я полагаю, что, сказать, ноосферизм – это идея планетарного масштаба. И сегодня мы видим, что идеи ноосферизма, идеи ноосферы завоевывают, уверенно завоевывают все больше и большее количество умов во всем мире. У нас есть контакты с разными странами. Наш научный центр изучения Арктики входит в арктический университет. И вот идеи ноосферизма, сказать, они сегодня очень приветствуются и принимаются и поддерживаются в различных странах, которые входят в состав этого международного арктического университета. Могу сказать, что, значит, у нас в Арктике, значит, вот я там два года работаю уже заведующим сектором социальных и психологических исследований, очень тепло, очень по-доброму принимаются эти идеи ноосферизма, и мы уже фактически создали арктическое отделение нашей ноосферной академии наук. И вот здесь уже говорил Владимир Александрович, что нам нужно переходить от теоретической базы мучной, которая уже создана в трудах, в работах нашей академии, нашей научной школы, нужно переходить, сказать, к практике, нужно переходить к образованию ноосферному, нужно переходить к внедрению идей ноосферизма в подрастающее поколение в сознание наших соотечественников. Вот, ну и вот, если говорить о конкретике, то у нас в Арктике, значит, мы создаем курсы повышения квалификации именно для учителей по ноосферизму. То есть вот с Нового года мы будем активно уже готовить учителей именно для того, чтобы они несли идеи ноосферизма дальше в образовательные учреждения, школы, колледжи, другие образовательные учреждения, скажем, да. Значит, уважаемые коллеги, еще хотел одну мысль выразить. Поскольку я имею непосредственное отношение, так скажем, к проблеме здоровьесберегающего образования, здоровьесбережения и сам занимаюсь в области психологии здоровья, вот, я бы назвал сегодня еще в онтологическом плане ноосферизм, это в широком металлогическом плане, это здоровье, это универсальное здоровье. Говоря о ноосферизме, мы подразумеваем, сказать, что это здоровье всей планеты, биосферы, это здоровье каждого человека, конечно, конкретно сказать, это здоровье каждого государства, каждого этноса, вот, это здоровье социума, социума, сказать, это здоровье, значит, сферы политики, экономики, вот, это здоровье культуры и так далее, так сказать, то есть вот ноосферизм сегодня становится вот таким вот всеобъемлющим, сказать, мировоззрением всеобъемлющей идеологии, которая ориентирована, сказать, на создание, значит, здоровья, если угодно, сказать, на всех уровнях, во всех планах и так далее. В основе здоровья, вот, в общем, самом общем плане лежит гармония и целостность. Так вот, ноосферизм, сказать, это та идеология, это то мировоззрение, это та система координат, которые ориентируют нас на, вот, обеспечение, на создание гармонии, гармонии человека с природой, гармонии человека с миром, гармонии человека с самим собой и обеспечение вот этого целостного развития нашей ноосферы, ибо ноосфера – это и есть нечто целостное, целостная система. Вот, для, как бы, уже дальнейший, сказать, выход не только в планетарном масштабе, сказать, но и в космическом масштабе. Я, разрешите еще в заключении принести сердечную благодарность, во-первых, значит, вот этому замечательному учебному заведению, да, Институту управления при президенте, да, его ректору, Шамаху Владимиру Александровичу, который, сказать, поддерживает эти идеи, который, значит, поддерживает, и с его помощью был создан, так сказать, центр ноосферного развития. Это уникальный, так сказать, на самом деле сегодня центр. Мало какой вуз сегодня в стране может похвастать вот таким центром и такой поддержкой, вот, и, конечно, низкий поклон Александру Ивановичу Субета и многое-многое ему лето, потому что это, на самом деле, выдающийся мыслитель, вот, продолжатель, сказать, вот этих идей наших выдающих соотечественников, да, вот. Я поражаюсь, сказать, его потрясающей продуктивности. Мы с ним общаемся каждый день практически, вот, и каждый день либо Александр Иванович пишет, выпускает статью, либо книгу, либо выступает с докладом, вот. На самом деле, вот, я его очень, он мой кумир, вот. Я вижу в нем, на самом деле, фактически для меня, вот, Александр Иванович, это голос планеты, который сегодня, сказать, выражает обеспокоенность, тревогу по поводу наступающих вот этих катастроф, катаклизмов и так далее, сказать. И он выражает, фактически, сказать, если угодно, значит, голос планетарного масштаба, сказать, значит, во спасение жизни на планете, во спасение сегодня человечества. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Доброго всем здравия. Внутренней гармонии, гармонии с миром. Веры в лучшее начало, сказать. И всех призываю к работе, совместной работе. Кстати, еще хочу добавить, что вот Новый год, 2022, мы планируем создание, значит, региональных отделений новосферизма. Уже в Арктике у нас есть региональные отделения. И сегодня есть определенная договоренность, сказать, по крайней мере, с 10 регионами, вот, именно по созданию, сказать, региональных отделений новосферизма. Спасибо всем творческих, продуктивных, продуктивной работы. Спасибо. Спасибо. Моей персоной, вот, что можно прямо вознестись на небеса. Я о себе думаю, я о себе думаю, намного скромнее и очень далек от честолюбия и честолюбия. Но спасибо за такую высокую оценку. Слово представляется Лукоянову Виктору Витальевичу, президенту Международной Академии гармоничного развития человека при ЮНЕСКО, президенту Международной Ассоциации выживания человека при ЮНЕСЕФ ЮНЕСКО, члену Президенту Международного высшего ученого совета, генерал-полковнику, кстати говоря, действующему, доктору технических наук, доктору психологических наук, доктору педагогических наук, профессору. Вам слово, доктор Витальевич. Ну, во-первых, уважаемые дамы, господа, дорогие товарищи, хочу вам передать привет, то, что у меня за последние три дня, один день у меня в Китае, потом я переехал, так сказать, в Арктику и причем дальше, чем вы, это остров Верангеля, откуда мы пускаем ракеты и в Средиземное море, так сказать, и в Японское море. Куда потребуется. И за полторы-три минуты, не просто, как Путин говорит, так сказать, я иногда ему говорю, я оппонент ваш, на самом деле сказки должны потом решаться. Народ выберет, но нужно на самом деле делать пенсии нормальные и так далее, но самое главное за этот период, он поднял армию, если вы помните, в 90-х годах, когда я был еще полковником, там не принимали. Когда вы строили Плесец, абсолютно другое было. Поэтому я хочу сказать... Я горжусь, кстати, монтажный испытательный корпус, который был введен в 67-м году под моим руководством, действует до сих пор один из самых больших монтажных испытательных корпусов. Да, это я знаю, и по полиметрии тоже. Поэтому Александра Ивановича я не буду хвалить, потому что на самом деле ему очень много сказано, а я его напрягаю всегда по работе всемирных научных конгрессов. Я провел их один, так сказать, за этот период, за 30-40 лет. Порядка 50, чтобы было понятно. И сейчас ситуация абсолютно другая. Если мы были на третьем, пятом, седьмом месте в мире, обращаю ваше внимание, как полномочный представитель по международной безопасности всех стран мира. потому что в мою комиссию, в мою Академию, Международная Академия гармоничного развития человека, в скобочках ЮНЕСКО, входят 209 стран. И когда 210-я страна мне сказала, что хочет войти в мою международную, где я президентом тоже, Международную Ассоциацию Выживания Человечества, там идет в скобочках ЮНЕСЕФ, все детские программы мира, и ЮНЕСКО, что туда хотят войти в Мормоны. Вот у меня, кстати, сообщение сегодня от них, о том, что контакты идут и с Россией, и так далее. Вот, я думал, так сказать, что такого не будет. И в 90-х годах, если бы не было этого, нас бы не было. Обращаю ваше внимание, это я вам говорю. Потому что у меня в подчинении генерала-лейтенанте, вот, кстати, Боровкова почему-то нет здесь, Евгения Измайловича, вот, потому что он является, во-первых, привет вам от Федерации, и, как говорится, поздравления, то, что вы делаете, от Федерации космонавтики России. Как я всегда говорю, от моего друга, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта, генерал-полковника Коваленко Владимира Васильевича. Уникальный человек, который голодал, так сказать, когда снижали, так сказать, пенсии военными и так далее. Вот, и дальше вам большой привет, так сказать, от нашей Международной Ассоциации Выживания Человечества. И тут, можно сказать, гениальный, так сказать, подход Александра Ивановича, он говорит, зачем выживание? Сейчас уже на последнем этапе, спасение нужно. Я уже пробил это, что там сейчас пишут, выживание в скобочках, спасение человечества. Потому что, если сейчас маленький, так сказать, будет такой разрядик, ничего не будет. Но мстить будет природа только за все это. Потому что вооружение накоплено столько, и еще сейчас три страны, так сказать, уже по вооружению. Знаете вы или нет? Думаю, что не знаете. Первое у нас установлено уже в нашей братской Белоруссии. Вот, а как это будет, так сказать, американцы всегда воюют на большом, я им самим говорю, расстояние, и они не привыкли к тому, что природа задействует их. А там же, смотрите, у них 52 километра Йолстонский вулкан в ширину, в длину идет 72 километра. И сейчас поднялось выше уровня на 125 процентов. А там дальше, вот три года тому назад, выхлоп был на высоту 7-10 километров от лавы. Если это грохнет, там не то, что в Латинской Америке, Камчатки нашей не будет. Я думаю, что полмира точно не будет. Это помимо войны. Поэтому Александр Иванович выполнил за это дело. Я извиняюсь перед ним, перед всеми, потому что я его спросил, можно я буду вас напрягать? Он мне сказал, сначала посмотрел на меня, а вы можете? Я говорю, могу. Вот я напрягал его везде вопросами такими, которые даже Путину задавал в свое время, а его я знаю с 89-го года. Александр Иванович как будто всю жизнь. Вот первую я держу здесь в руках и хочу прочитать. Я не буду говорить приветствия, так сказать, от всех. У меня 209 стран и 210 стран мира. В каждой стране я сделал по 10 человек, которые мне помогают работать. Сейчас я уже практически не езжу, ну кроме Китая и Японии. Это две страны, так сказать, самые для меня интересные, потому что я год, так сказать, преподавал, и по военной стезе это в Японии, и год то же самое в Китае. Поэтому как будет развиваться, так сказать, событие, неясно. Хотя китайцы здорово помнят, Даманский и так далее. Вообще человек каждый, как психолог говорит, он помнит на самом деле плохое, а хорошее забывает. Поэтому о хорошем интергаментал хай академик консул интернешнл ариапагас ац Аполлон, перевожу, ариапаг искусств Аполлон, который был сделан в 3900 году до нашей эры в осиро-шумерской традиции, я называю осиро-вавилонская традиция, это меня подправил Александр Иванович, и Международный высший ученый совет, который находится здесь, в Санкт-Петербурге, мы его отвоевали, а второй находится такой же, во Франции, это в тех странах, где были революции, поэтому сейчас мы не говорим слово революцию, выбросим, там идет эволюция и коэволюция, на самом деле выживание всего человечества. Итак, Международный высший ученый совет и Оксфордская образовательная сеть награждают директора Центра ноосферного развития, ну я кратко, СЗИУО, ранг, я только здесь вот с вами познакомился сейчас с этими, ГС при президенте Российской Федерации, вот это важно, грант доктора философии, доктора философских наук, доктора экономических наук, кандидата технических наук, профессора, полного профессора Оксфорда, академика, в частности, семи академий у вас, и еще Оксфордской академии наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата, вы уже были, золотой медалью мира, Махатмы Ганди, суббета Александра Ивановича России, награждаясь сертификатом и памятной медалью, вручаю вам ее, не надеваю, или надеть можно, да? Может быть туда водите? Нет, но это... У вас кто-нибудь фотографирует? Да, конечно. Со мной собирались с телевидения приехать, но я не решил с ее взять. Они со мной были в отеле Хилтон, снимали это с этой помощи. Вот я хотел, чтобы, Пальцанов, и сразу же, вы первым получили из России сертификатом, памятную медалью, вот эту, и золотой медалью мира, Махатмы Ганди, чтобы лауреат всемирного конкурса, 210 стран мира, и человек года по направлению, мы туда вбили, современные парадигмы выживания, в скобочках спасения, человечество, Франция, Париж, 2021 год, президент и так далее, здесь два номера, всемирный изи. Еще хотят вам вручить орден Наполеона, за что, так сказать, я вообще говорю, вроде бы не надо. Нет, потому что он зубы обломал, а Ленинград, Санкт-Петербург, а в Москву не решился. Он Наполеон, уважаемый человек. Я бывал в Париже и выступал в штабе ЮНЕСКО. Встречались? Встречались. Да, посещал его. Вот это вам сертификаты, которые по конгрессам сразу же. В вашей команде еще Ольга Александровна Бодрова, там нужно передать ей по пяти направлениям, и Никифора Пастерион. Нет его, да? Нет. Тоже поблагодарю. Спасибо. Узор России и буду служить. Это самое лучшее, что есть в нашей жизни. Тогда троекратное ура! 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 У нас положено в Арктике так. Всегда положено. Я армейский человек. 38 лет прослужил в вооруженных силах СССР. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну вот приветственная часть такая, закончившись неожиданным для меня. Такой наградой уважаемые. Спасибо, Виктор Витальевич еще и всем, кто мне эту награду присудил. Будем и дальше служить Отечеству и планете, человечеству. Это не громкие слова, а это наше предназначение. Вот. И мы переходим к программе. Александр, разрешите несколько слов тоже, завершая, так сказать, приветственную часть. И откликаясь на то, что коллеги уже озвучили совсем коротко. Ну, первое, я, Алексей Ильич, очень признателен за ту деятельность, которую вы на посту президента Петровской академии наук и искусств осуществляете. И замечательно выпущен меморандум, очень здорово, что он направлен в различные органы исполнительной и законодательной власти. Думаю, что нам по итогам конференции тоже было бы правильным подготовить некий, так сказать, итоговый документ, который тоже направить в органы власти. На сегодняшний день они, в отличие от предыдущих периодов, в этом нуждаются. Если раньше они от этого отмахивались, то сейчас, вот в это переломное время, им нужны определенные подпитки, импульсы и так далее. Вот это первое, что хотелось бы. Может быть, тогда нам нужно документ, коротко, декларации. Ну, давайте, да, может быть, декларация, ну, подумав по ходу, это первое. Второе, Алексей Васильевич рассказал про опыт деятельности в среднеазиатских наших государствах, в том числе открытие филиала. У меня запланирована встреча, была она на декабрь, но передвинулась там на март, встреча с президентом Узбекистана, Мерзиёевым. И затем, второй момент по Киргизии, мы сейчас в рамках научно-образовательного центра устойчивого развития, который мы создали с рядом партнеров, будем готовить концепцию развития, а, ноосферную, не ноосферную, не ноосферную, концепцию устойчивого развития Киргизстана. Тоже предстоит в ближайшее время встреча по этому поводу с президентом. Вот, и мне кажется, что нужно подготовить вот такой документ по итогам, который можно было бы вручить прямо, так сказать, президентам. Идеологически, научно достаточно много сделано, но создать какой-то обобщенный, емкий и понятный, так сказать, для восприятия и реализации документ, вот на данном этапе, мне кажется, это суперважно. Поэтому вот в ходе конференции и по ее завершению, мне думают, что нужно вот над таким документом нам обязательно всем поработать. Я очень просил бы к этому так отнестись. Третий момент вот из того, что Алексей Васильевич сказал. А нет, извините, это уже скорее к Виктору Васильевичу. По дополнительному профессиональному образованию учителей. Это суперважный момент. Прежде всего по ноосферному образованию, по ноосферизму. Мы тоже работаем с этой категорией. И с директорами школ, и с учителями. И думаю, что будет правильным. И мы этим займемся. И, конечно, этим нужно заняться педагогическим университетом. Я думаю, что нужно будет тоже нам сообща подготовить документ, с которым выйти к Министерству образования Российской Федерации с тем, чтобы это стало обязательным условием повышения квалификации учителей, преподавателей, педагогических университетов и так далее. Это суперважный шаг. И молодцы, что Вы уже его реализуете. Давайте мы его поддержим и разовьем. Ну и по здоровому образу жизни. Замечательная, так сказать, Академия у Вас. Вы правильно все донесли, что это жизнь не только здоровья человека, но здоровья общества, социума, планеты и так далее. Ну, мне кажется, что развивая этот подход, нужно думать уже не только о здоровом образе жизни, но и о здоровом образе мысли. Вот с этим большая, так сказать, каша и здоровый образ мысли должен, ну, как минимум идти параллельно, а может быть, даже и чуть раньше, чем здоровый образ жизни. Вот, давайте над этим тоже поработаем. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, итак, мы приступаем к программе. Я хочу сказать, что программа у нас плавающая. Я назову вначале ключевые моменты выполнения программы. Значит, у нас программа разбита на сессии. Сессии у Вас у всех имеется, кто здесь сидит. Программа сессии имеет название «Первая сессия у нас сессия сообразования, воспитания и науки на основе стратегии инновационного прорыва России». Сессия, каждая, вторая сессия «Проблемы на аспирогенеза в России и мире 21 века». Сессии разбиты на две... До 12.00. С 12.00 до 12.30 – кофе-брейк. Потом идет вторая сессия до 14.00. С 14.00 до 15.00 у нас с Вами... А, нет. Да, с 14.00 до 15.00 у нас идет сессия вторая, первая часть. Потом с 15.00 до 15.30 – кофе-брейк. Вторая сессия до 17.00. Итак, мы укладываем все 18.00. Потом свободная дискуссия. И в свободной дискуссии я отметил очень большой список докладчиков. Они там присутствуют. Некоторые уже отметились. Вот Кутенков Павел Иванович, я вижу, здесь присутствует очно. Поэтому вполне возможно, что из тех, кто вот показаны на последней странице, но кто пожелает выступить с докладом, а другие, наоборот, не могут. То есть у нас эта программа, я скажу, в связи с ковидом, пандемией дышит. Тем более очень сложная нагрузка на профессий и преподавательский состав по дистанционному образованию. Немного звонков неожиданных. И давайте к этому отнесемся. Вот я буду стараться давать гибко, чтобы мы программу и всем, кто пожелает выступить, дали возможность выступить. Давайте говоримся так. Выступаем максимум до 10 минут. Хотя, если там вопросы, и вдруг у человека появится, мне кажется, что у нас пока такой график ненапряженный, судя по объявившимся докладчикам, может быть больше. Если, ну, лучше, вот 5-10 минут укладываемся. Тем более, что монография у нас издана в виде двух книг на 700 страниц. Все докладчики представлены. Электронный вариант книги всем будет представлен бесплатно, кто пожелает. Ну, а бумажный экземпляр не в защите. Вот просьба, поскольку все мы издаем на хозрасчете. Я лично сразу внес туда аванс необходимый 30%. Вот солидное издание. Кто пожелает получить бумажный экземпляр? Полторы тысячи рублей. В конце программы указано, как это передаются деньги, прямо насчет типографии. Я, мой первый здесь, мой и Владимир Александрович обозначен доклад. Доклад нас назван так же, как названы конференции. Синтез образования, воспитание, науки, ноосферные стратегии инновационного развития России. Одновременно это и мое вступительное слово и доклад. Я постараюсь укладываться так, как я регламент обозначил, для того, чтобы не обижать других докладчиков, чтобы все могли высказаться. И поэтому обозначу ключевые моменты этого доклада. И один из ключевых моментов – это ответ на вопрос, почему так остро стоит вопрос синтеза. В том виде, которая вошла в тему нашей конференции, название нашей конференции. Синтез образования, воспитания и науки, ноосферные стратегии инновационного, ноосферный инновационный, то есть инновационный прорыв приобретает новые контуры, новое содержание, новые черты. Первое. И этот тезис я формулирую очень жестко. У человечества нет другой модели устойчивого развития, а все, скажем так, парадигмы устойчивого развития, которые обсуждает мировое сообщество, потерпели фиаско. И об этом говорит, кстати говоря, известный своеобразный доклад международной группы ученых, который они назвали «Предупреждение человечеству второе уведомление», которое появилось в социальной сети интернета в 2017 году. Это написала группа ученых во главе с профессором Университета штата Уризон Уильям Риплом. И его подписало 15 тысяч ученых из 184 стран. И вот этот итог, который они подвели за 25 лет, показывает, что процессы первой фазы глобальной экологической катастрофы развиваются, на мой взгляд, стремительно. При этом вот я смотрю на Валентина Бориса Сапунова, иногда у нас там с ним такой диалог, что катастрофы нет. Но если, может быть, о биосфере говорить, может быть, в отношении к биосфере катастрофы и нет. Хотя у биосферы были катастрофы, и, может быть, это касается всей биосферы. Но у нее, конечно, мощная работает гомеостатика. А речь идет о катастрофе, охватывающей экологическую нишу, которую занимает человечество, и возможность ее схлопывания по тем параметрам, которые мы занимаем. Потому что пришли возбуждения все гомеостатические механизмы биосферы. К сожалению, наука запаздывает по отношению к изучению биосферы как суперорганизма и по отношению к изучению ее гомеостатики. Узкая дисциплинарная установка в развитии науки и культ этой узкой дисциплинарности, против которой выступил, кстати, Владимир Иванович Вернадский в 1933 году, заявил о необходимости проблемно-ориентированной организации научного знания. А потом повторил Легасов в 1986 году по урокам чернобыльской катастрофы о необходимости проблемно-ориентированной подготовки специалистов, специалистов-проблемников, появлением ученых в соответствии проблемно-ориентированной организации. Научным сообществам не услышан, кстати, об этом же писал в 1949 году Некштейн, который говорил, что узкая специализация ученых формирует узкий горизонт, и они перестают видеть перспективу развивающейся науки. Сейчас это приобрело катастрофический масштаб, масштаб отставания науки и мировой науки от тех экологических процессов, которые развиваются. Так называемая климатическая угроза, которую исповедует Запад, выступая против углеродной энергетики, является, на мой взгляд, отражением вот этого профессионального кретинизма, если говорить языком Карла Маркса. Потому что проблема климата должна решаться высадкой лесов. Тот знаменитый план Сталина, лесонасадбена, 15-летний, который высадился, это легкие и в то же время уничтожаем леса. Кстати, бареальные леса России и Канады, поскольку пожар почти уничтожил все леса Австралии, Австралия была третья страна, которая вместе с планктоном материковых вод океана держит кислородную константу в атмосфере, по кислородному обороту в атмосфере, биосфере. Этот вопрос вообще не обсуждается. Проблема почвы, проблема пресной воды, вирусные атаки, которые усиливаются на человечество, вполне возможной является, независимо от их происхождения, искусственного или естественного происхождения, являются реакции вирусно-микробного регулятора биосферы. Потому что мы имеем, находимся в очень мощной иерархии организации биосферы с мощными обратными связями. Этот вопрос среди ученых-биологов почти не обсуждается. А он должен обсуждаться. Но это совершенно по-новому мы должны подойти к проблеме всей природы, к ее целостности, с которой мы находимся во взаимодействии. И я утверждаю, что единственная модель устойчивого развития – это управляемая социоприродной эволюцией. Вопрос стоит о научном управлении социоприродной эволюцией. Управление – фокус будущего устойчивого развития. А коль управление, то встает вопрос о новой парадигме науки управления. В СССР в 1986 году очень крупный ученый была выпустила удивительно прорывная книга на сфере кибернетика. Впервые был поставлен вопрос о на сфере кибернетики. У нас работал комитет по биосфере в Академии наук СССР. Все заклопнулось. Мы откатились назад в этом направлении. Мы слишком стали мелкими, мелкотравчатыми с точки зрения проблем. А гранты, так называемое управление научных членов грантами, усилило этот процесс. А западная наукометрия, которой мы молимся, вот эти короткие статьи, которые должны отвечать наукометрическим индикаторам, скопусы и прочих так далее, еще более сделали науку ненаучной. И все эти статьи, которые я смотрю, ну просто поражаюсь. Обязательно там должно быть пять указаний на какие-то современные, западные, такие же самые мелкотравчатые статьи. И это считается академической наукой. Это куда же мы пришли, дорогие коллеги? Всегда наука определяла сама, кто есть кто в этом мире. Что Эллер должен был появиться по таким академическим. Или Ломоносов. Они шли, и не случайно шли наперекор, кстати, академическим нормативам. И не случайно, кстати, Вернадский, богатейший науковед по своим работам, отметил, что науку двигают научные еретики. То есть те, которые находятся на периферии и вступают часто в конфликт с нормативами. Ну давайте все-таки посмотрим в глаза. Отсюда и вопрос стоит второй. То есть идет речь о новой теории устойчивого развития. И отсюда встает вопрос тот, который ставил Карл Макс о синтезе всего научного знания. Потому что это управление человечества, которое разобщено. Арнольд Джозеф Тойнбе незадолго до своей смерти жестко подписал приговор всей западной цивилизации. Запад способен гальванизировать и разъединять. А мир человечества нуждается в объединении. Альтернатива объединению – гибель человечества. Лорд, английский аристократ, написал это и написал приговор всей западной цивилизации. Разделяя и властвуй. Вот все, что мы видим, разделяя и властвуй. Союз демократов. Назвали это то, что сейчас Запад предъявляет ультиматум авторитарным режимом и так далее. Это первое время, чем мы. Это погружение системы глобального империализма, мировой финансовой капиталократии в путину экологической гибели. Поэтому этот синтез должен быть ноосферным. Ноосферизм – это новая научно-мировоззренческая система, развивающая учение о переходе биосферы на ноосферу Вернацкого. Вернацкий трактовал ноосферу как новое состояние, новое качество биосферы. Но ноосферизм развивает это учение в эпоху Великого эволюционного перелома, когда эти процессы развиваются. И мы, конечно, развиваем, идем комплексы синтетические. У нас действительно сейчас выходит 11 том на сферное образование в евразийском пространстве, где приняло участие более 100 ученых. Если взять все, многие из них ушли в мир иной. Уходят наши соратники. Но мы продолжаем их дело. Это 3-6 томов, которые мы провели на базе Государственной полярной академии. На сферный северный форум. На сферизм. Арктический взгляд. Но с точным развитием России и человечества. С 2007 по 2011 год. Мы провели огромное количество международных конференций с изданием капитальных монографий. Назову только одну. 2003 года. Монографию. Которая была посвящена на сферизму. Это 2003 год. На сферизм. Как новая научно-мировоззренческая система. И поиск на сферные модели будущее человечества и Россию в 21 веке. Толстая монография на 600 страниц. Издана в 2003 году. Наконец мы здесь на базе Северо-Западного института управления. В 2013 году провели большую конференцию. Издали 1300. Три тома на 1600 страниц. Владимира Ивановича Ивановича и Новая парадигма. Новая на сферная парадигма развития науки, культуры, образования, экономики в 21 веке. И в этом плане наша конференция продолжает эту линию. И я хотел бы сказать, что одним из важнейших сил, что здесь сказал Алексей Васильевич Францов, я считаю, является научно-образовательное общество. Нам политику в России надо менять. Образовательную политику. И научную. Наука давным-давно стала производительной силой. И должна стать силой управления. Потому что должна стать частью власти. И власть должна стать научно ангажированной. Поскольку мы столкнулись с барьером сложности. А образование уже полвека назад стало базисом. Базиса духовного и материального производства. Поскольку все процессы современной экономики в мире, а тем более в экологии, наука емкий, интеллектоемкий, образование емкости. Поскольку я специалист в области экономики и бизнеса, в том числе, довольно фундаментальный. Назову только работу Местера, 93-го года, посвященную фирме Обием. Где он говорил, что до приема фирмы Обием только на вход требуются специалисты. Минимум с образовательным цензом 18 лет обучения. И это равно капиталовложению 2 миллиона фунтов стерлингов. То есть 4 миллиона долларов. Мы хоть понимаем это? У нас экономика, наука понимают этого. Когда я сталкиваюсь с нашими экономистами в финансовом университете, почитаю политэкономические проще, так называемые рыночники, чувствую, что не понимают. И это, конечно, экономика отрицает рынок. Мы вошли в эпоху рыночного экоцида всей планеты. Об этом написали международная группа ученых в 91-м году. Во главе с Гудлином, Роберт Гудлин, Герман Дейли, лауреаты Нобелевской премии, и Салих Амель Серафи, по заказу Мирового банка. Черным по белому было написано. В экологически заполненной земной нише, которой занимает человечество, рынок как механизм развития исчерпал себя. Значит, сейчас мы должны переходить в плановый, управляемый экономик рынок, конечно, мы сразу не уйдем, но он должен быть поставлен под контроль плановых механизмов. Конечно, государственная собственность должна занимать не меньше 60%. Как, между прочим, в Европе и в Америке там занимает 50%. А мы пасли так далеко по приватизации, что у нас самое меньшее количество государственной собственности в экономике из всех стран мира. Меньше, чем в Англии. Я же не говорю о Франции, там почти 60%. Это что такое? При таком большом пространстве времени, при такой большой стране. Поэтому нам это надо менять. Мы об этом всем в этой статье пишем. Мы это будем обсуждать. Концепция научно-образовательного общества создана. Я подавал записки, в том числе еще, Ельцину в 93-м году. Эту концепцию мы развиваем 30 лет. Я считаю, что она не цифровое общество, не информационное, а именно научно-образовательное общество должно стать основой нашей научной и образовательной политики в России. Это ближайший императив до 30-го года. И, конечно, власти должны услышать. В меморандуме Петровской Академии Наук и Искусств мы это отметили. И, слава Богу, что мы по механизму это пытаемся донести вплоть до президента. Спасибо за внимание. Давайте так. Вопросы мы будем подавать в письменном виде, если они появятся. Это касается и тех, кто в онлайн-режиме. Там у нас работают соответствующие люди. Там ЧАП, если вопрос появится. Мы в конце, в рамках дискуссии на все вопросы ответим. И поэтому в рамках тех, кто здесь присутствует очно. А, обновленное. Значит, поскольку мне дали обновленное, я вижу, что Баркова Элеонорова Владиленовна присутствует уже в онлайн-режиме. И тогда предоставляется слово Элеоноре Владиленовне Барковой, доктору философств наук, профессору. Она представляет множество университетов, и Московский университет, и в том числе, главное, и Донецкий. Вот. У нее удивительный доклад. Слово и гуманитарная культура. Это роль слова и гуманитарной культуры на сферной стратегии прорыва человечества. Элеонора Владилена, не больше 10 минут. Благодарю, Александр Иванович, за предоставленное слово. Коллеги, всех радостно. Приготовиться к Семикину. Всех приветствую на этой конференции, полагая, что это очень важное социальное действие, смысл, которое выходит далеко за границей чисто научного, такого камерного обсуждения и обычной конференции. Передаю привет от своих коллег из Плехановского университета и лаборатории, которую я возглавляю в течение двух лет, и где идет очень напряженная творческая работа, которой приглашаю всех. Это открытый проект. Лаборатория экофилософских исследований в Донецке, в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского мы работаем с молодежью, со студентами, магистрами, работаем с педагогами. И если у кого-то появится желание присоединиться к этому творчеству, то мы открыты для этого. Кроме того, самые искренние слова признательности и поддержки конференции от директора научно-исследовательского института истории, экономики и права Москвы. Это наш негосударственный научно-исследовательский институт, где у меня центр экофилософии. Ну и позвольте перейти, собственно, к докладу, сказать о том, что сегодня, когда мы видим, как стремительно меняется само содержание пространственно-временного континуума культуры, как быстро меняются векторы самой цивилизационной процессуальности. Возникает, как никогда, острая необходимость во-первых, осмыслить эту новую ситуацию, а главное, выбрать точные векторы в соответствии с ноосферной стратегией прорыва России. И вот в этой связи мне и видится смысл темы моего выступления. Сейчас я постараюсь сократить, потому что я приготовила большой доклад и тоже обозначу, как и Александр Иванович, ключевые вехи того, о чем имела в виду, подробнее рассказать. Но речь идет о том, что сам ноосферный прорыв России оказывается возможным только при условии крупного сдвига вообще в науке и, в частности, в сбалансированном и управляемом развитии самого пространства науки, представляющей совокупность и социальных, и гуманитарных, и естественных, и технических наук. Вот само отсутствие равноразвитости этого пространства, меньше всего хочу сказать о том, что не нужно развивать технические или естественные науки, но отсутствие этой сбалансированности сегодня приводит к тому, что не просто там что-то недоработано в плане социально-гуманитарного знания, а само опережающее развитие гуманитарной культуры, с моей точки зрения, сегодня есть в самом прямом уже непереносном смысле то, что выполнит спасительную роль по отношению к цивилизации, осознав, поскольку задача заключается в том, чтобы понять человека не в аспекте только психологии, физиологии, как транслятора информации, а понять человека в контексте ноосферы как высшее звено развития всей универсальной эволюции. И вот в этой связи мне и представляется роль темы, о которой хотелось бы хотя бы немного сказать, выходящей далеко за пределы филологических вопросов, семиотических вопросов, лингвокультурных и так далее. Речь идет о другом, о том, чтобы посмотреть на слово в контексте всей универсальной эволюции как феномен космопланетарной культуры, как проявленность жизни. И вот с этой точки зрения сегодня уже было сказано о необходимости в рамках ноосферной стратегии специально заняться вопросами оздоровления. Я абсолютно убеждена в том, что гуманитарная культура, связанная с проработкой и ноосферным осмыслением слова, сегодня выполняет очень важную иммуномоделирующую функцию, то есть функцию укрепления иммунитета не только отдельного человека, в чем, конечно, сегодня возникает большая потребность, но иммунитета культуры и, что существенно, иммунитета образования. И на самом деле оздоровление, образование и науки, о котором вот только что был разговор, это одно из условий вообще дальнейших перспектив сохранения человека как человека, в его связях со средой, не ограниченных, конечно, только тем, о чем говорили традиционно экологи несколько десятилетий назад, но вспомним, что еще Лихачев обратил внимание, заботы экологов должны распространяться не только на условиях, в которых живет человек в природе, но и на условиях, в которых существует в создаваемой культуре. Поэтому на самом деле вот то, что сегодня уже становится общим местом, по крайней мере, вот в этой среде, и об этом был замечательно уже сейчас разговор, все это выводит нас на необходимость того крупного гуманитарного проекта, который, с моей точки зрения, может быть только онтологическим, то есть не просто информационно значимым, не только выполняющим коммуникативные функции или информационные, но это онтолога, жизнесохраняющий крупный проект, и он связан, может быть, с методологией только крупного экофилософского поворота, подобного тому по масштабу своему, каким был когда-то лингвистический поворот в начале XX века, в ходе которого переосмыслен был статус языка. Поэтому сегодня, с моей точки зрения, слово есть не просто или в системе образования, оно может быть введено и проработано, в том числе в системе, о которой был разговор, в системе дополнительного образования для учителей, вообще для всех студентов, всех специальностей. Слово не просто как элемент коммуникации, не просто система знаков между интервалами, а слово как элемент целостности ноосферы, особая часть, влияющая на бытие Земли, на ее природу и культуру, взятую в целом. Именно поэтому вот эта жизнесохраняющая, жизнеутверждающая, человека совершенствующая миссия слова сегодня и может быть осмыслена в контексте всей мировой культуры. Я хочу сказать, что мне думается, что сегодня есть необходимость поговорить нам о том, что, во-первых, вот это наше сообщество уже есть тот самый элемент коллективного разума, который, во-первых, прорыв этот, как бы эти векторы прорыва протаряет эту дорогу, а с другой стороны переосмысливает, восходя к высоким традициям всей мировой культуры и прежде всего отечественной культуры, переосмыслив роль слова, которое на самом деле, как известно во всех культурах, может быть вдохновляющим, радующим, обнадеживающим, а может быть и убивающим. Поэтому вот этот антологический космопланетарный смысл сегодня особо важно восстановить, как особый вектор трансляции между прошлым и будущим и понять насколько слово важно как часть жизни Вселенной, то есть ее общесохраняющая форма, в которой кодируется и моделируется бытие. Должна вам сказать, что я относительно недавно делала доклад по экофилософии и беседовали в Латвии мы с коллегами из Даугавпилса университета и после моего выступления один из моих коллег сказал все, что касается кодов культуры, слово как кода, это ваши выдумки, это конструкция, ничего за этим в действительности не стоит. Вот это то, против чего я категорически выступаю, потому что вся история мировой культуры и научной культуры свидетельствует о том, что есть объективный смысл и вот здесь роль правдивого слова, роль честного слова в науке оказывается исключительно важной, воспроизводя те истины, которые во-первых формировались во многих культурах мира, во-вторых они доказаны, они придуманы, вот здесь тоже очень важная вещь с каким словом мы будем работать в системе науки и в этой связи конечно мы исходим из единства исторического единства человечества, языки которого формировались в процессе цивилизации, но очень часто говоря о нашей современной науке мы ссылаемся в этой связи на хорошо известные идеи Карла Ясперса, на хорошо известные идеи других европейских мыслителей, часто забывая о тех работах, которые были созданы в советское время, это блестящие исследования на те же темы, часто более полноценные исследования, которые были проведены нашими отечественными гуманитариями, восстановить эти гуманитарно-культурные традиции, связанные с этой темой, мне кажется, особая задача. Все ли ленинградцы знают Сергея Николаевича, или помнят Сергея Николаевича Артановского, это профессор-культуролог, который много десятилетий проработал в Ленинградском институте культуры, человек, который в 60-е годы написал блестящую работу об историческом единстве человечества и культур. И я сейчас, когда открыла эту книгу, я поняла, насколько часто выше, основательнее, глубже, аргументированно, обоснованно важное для нас, для перспектив нашего развития в ноосферной стратегии это исследование. И как эстетик могу сказать, что гуманитарные школы, работавшие со словом профессионально, были в советское время хорошо известны. И это были не только ленинградская школа профессора Кагана, это была не только школа в Свердловске и в сибирских городах, но мы знали, кто чем занимается, какие именно крупные научные проблемы подняты. В этой связи, мне думается, еще одна очень большая проблема, которая стоит сегодня, это восхождение к своим собственным традициям и их высоким значениям с точки отбора необходимого материала для образования, с точки зрения самосохранения и самовозвышения человека, понятого в контексте универсальной эволюции мироздания. Именно такая позиция противостоит пониманию человека, понятого только, как говорят социологи, в структурах повседневности, потому что речь идет о неком среднем человеке, у которого отсутствует связь с голосом большого бытия. Такой человек не космопланетарный феномен, и мне кажется, что сегодня понять жизнь слова и всей словесно-речевой культуры в ее связи с жизнью большой природы, то есть микрокосмо в данном случае с космосом, включая всю многомерность природы человека, это совершенно особая работа, которая возвышает человека, ну и вспомним Паустовского, по отношению каждого человека к своему языку, можно точно судить о его культурном уровне и о его гражданской ценности, поэтому на самом деле вот сохранение не просто информационно-трансляции, информационно-таких трансляционных аспектов, но многомерности слова высокого слова, и которое должно звучать везде, в процессах воспитания, в школах, в средствах массовой коммуникации, на самом деле именно оно задает нормативность, восстанавливая в нашей науке эту категорию, которая на волне релятивизации была как бы размыто понятие нормы, между тем на самом деле эти нормы не придуманы, повторю, и Вернадский был прав, процесс определяющий бренность атомов идет неизбежно и непреодолимо в определенном направлении, то есть иначе говоря, то, что связано с высоким началом в слове, в культуре, в гуманитарном вообще мире человека, это вещи, которые особенно сегодня нужны именно потому, что ситуация, правда, экстремальная, о которой говорили, она экстремальна в мироздании, она экстремальна в планетарном бытии, она экстремальна и в нашем культурном пространстве времени, поэтому сегодня именно высокие слова, сохраняющие подобно тому, как писала Ахматова в годы войны, подобно тому, как писали о роли слова многие публицисты в самые тяжелые годы войны, сегодня возникает опять необходимость, очистив наше культурное пространство от пустой болтовни, заметим, грязные слова во всех культурных практиках, всех народов мира, всегда считались чем-то недостойным, греховным, запретным, поэтому на самом деле современная цивилизация, которая исключила молчание, тишину, вот заменив все это дело пустой болтовней, это то, против чего теперь уже не просто лингва-экология должна выступить, но и сама ноосферная стратегия должна осознать вот этот статус высокого, чистого, честного слова и его статус, поэтому человек как мыслящая, говорящая всеобщая форма бытия это на самом деле то, что звучит гордо, ну и в этой связи я вспоминала сама и не раз и Чингиза Айтматова, сегодня как выяснилось забытого, я своих студентов спросила, какой-то средний азиат, я ужаснулась, потому что писатель любимейший, которого знали многие и читали, знали в этой связи, понимали смысл феномена Манкурта из древнейшего киргизского эпоса Манас, поэтому забвение своих корней, забвение ключевых кодов, которые заложены в наших словах, это дело совершенно недопустимое и работа должна сегодня быть осуществлена, которая в большой степени восстановит связи человека с миром в его многомерности и полноте. В этой связи не знаю, все ли знают о том, что Алжа Самарович Сулейменов, известный советский поэт, сегодня не просто дипломат, не просто крупный общественный деятель, это человек, который в Казахстане возглавляет крупный международный центр содействия культур, и как гуманитарий он занимается этими вопросами очень основательно и проводит там так называемые глобальные консультации по тому, как миру жить дальше под его руководством, но именно этот человек в своем творчестве написал о том, как именно связаны языки с их проблемой их происхождения с природными солнечными началами. Это на самом деле очень важно подчеркнуть, что речь идет не просто о конструкциях разума. Леонора Владилена, много еще времени вам? Нет, все, заканчиваю. Вот, и в этой связи принципы, на основе которых мы работаем, они здесь перед вами, они восстанавливают то самое, что сегодня так важно подчеркнуть. Июна Морец очень верно сказала, не мы обиды, инвалиды, мы на вселенском сквозняке, от Арктики до Антарктиды, на русском дышем языке. Вот это понимание такой глубинной внутренней органической связи слова, гуманитарного начала в развитии культуры является сегодня условием формирования нового культурного глобуса. Ну, и я обозначила здесь те вершины в научной культуре, где на самом деле и Вернадский умел работать со словом, то есть речь идет не просто о мысли, а о том, что мысль есть то, что выражает жизненно важные представления. Наука есть создание жизни, из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ей в форме научной истины, материал, она гуще жизни, она творит его прежде всего. Наука проявления действия в обществе совокупной человеческой мысли. И если мы обратимся к своим традициям и давним, и восходящим еще к XVIII веку просвещению, и особенно ко второй половине XIX века и веку XX, то мы найдем массу блестящих примеров того, как ученые, исследователи и часто далекие от гуманитарных таких специальных наук работали с этой проблемой, то есть, иначе говоря, нам есть у кого учиться и есть что продолжать в своих традициях. Поэтому, завершая, еще раз скажу, я думаю, что коллектив, который сформировался и здесь присутствует, и спасибо за это Александру Ивановичу уважаемому, что он взял на себя роль такого организатора и носителя такого честного, энергичного слова, продвигающего эту стратегию. коллектив этот готов к тому, чтобы стать основой для той части коллективного разума планеты, который выразит очень важные тенденции, важные программы, необходимые для преобразования всей системы нашего образования, науки, для того, чтобы ноосферная стратегия России оказалась возможностью. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Элеонора Владильеновна. Спасибо вам. Слово представляется Ирине Васильевне Катковой, секретарю, ученому секретарю Ноосферной Общественной Академии Наук, кандидату химической наук, доценту. Ирина Васильевна, не больше пяти минут. Вам слово. Так, ясно, связи отсутствует. Дальше идем. Слово представляется президенту Ноосферной Общественной Академии Наук, доктору психологиста наук, профессору Виктору Васильевичу Семикину. Вам слово, Виктор Васильевич. Спасибо, Александр Иванович. И чтобы все знали, сейчас Виктор Васильевич будет тоже мне помогать вести нашу конференцию в последующем. Уважаемые коллеги, я назвал свой доклад Ноосферизм как магистральный путь эволюции человечества. На самом деле это не пустое название, это выстраданное название, тема, идея, как хотите. На сегодняшнем этапе своей истории человечество оказалось на развилке двух возможных путей своего развития. Первый путь это ускоренное движение к экологической катастрофе планетарного масштаба и в конечном итоге гибели человеческой цивилизации. А второй это переход в новые качества новосферного человечества, открывающего грандиозные перспективы его прогрессивной и может быть даже бесконечной эволюции. Это сегодняшняя историческая ситуация человечества, ее детерминанты и закономерности развития, а также обозначенные пути дальнейшего движения раскрывается в мировоззренческой концепции новосферизма. Идеи нового взгляда на земную биосферу были выдвинуты выдающимся русским ученым Владимир Иванович Вернадским, а затем были продолжены и развиты в работах другого выдающегося ученого современности Александра Ивановича Субета, который создал научную школу новосферизма и положил начало творческому развитию идеи Вернадского в масштабах целой системы современного научного знания. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, фактически мы наблюдаем сегодня не только становление нового универсального мировоззрения, но и новые диалектики и логики исторического развития. В рамках новосферизма складывается новая антология и гносеология, на основе которых коллективный человеческий разум должен обрести новые качества, новую систему координат и новый вектор развития. Александр Иванович Субета говорит об этом как рождение нового действительного духовного разума, разума планетарного масштаба, новосферного разума, который должен сменить доминирующий стихийный разум человечества. Вот почему наступившая эпоха великого эволюционного перелома есть одновременно и рода действительного новосферного разума, как говорит об этом Александр Иванович, то есть управляющего разума, реализующего собой закон роста идеальной детерминации в истории через общественный интеллект, способный научно управлять социоприродной эволюцией, соответственно, обеспечивать новосферную гармонию. В эту новую историческую эпоху, в которой мы с вами живем, должны произойти кардинальные изменения как в индивидуальной психологии, так и в психологии народов и обществ. Человечество должно будет осознать и принять природу, биосферу, как свое тело. На смену индивидуализму, эгоизму, потребительству, слепому конформизму, безответственности, враждебности должны прийти эмпатия, подлинный гуманизм и человечность, ответственность, ориентация на духовно-нравственные ценности. Опять же привожу слова Александра Ивановича. Всем ходом социальной эволюции поставлен вопрос о смене парадигмы человеческого бытия, о переходе от человека потребляющего и разрушающего свой собственный витальный базис на земле к человеку созидающему хомо креатес. Таким образом, человечество стоит перед необходимостью революции в строе своего сознания, научно-мировоззренческих основ и ценностных ориентаций. Вот здесь уже Владимир Александрович говорил о здоровье, мы говорили о здоровье, и он подчеркнул сказать, что здоровье в разных аспектах, в разных планах, на разных уровнях, но прежде всего это здоровье человеческого мышления, саногенное мышление, здоровье мысли. Вот то, о чем сегодня говорила тоже наша замечательная коллега Элеонора Владиленова по роли слова, обеспечивающего здоровье мысли человека, здоровье его сознания. мы полагаем, что нравственность и нравственный закон должен стать высшим регулятором не только всех отношений в обществе и международных отношений, но и главным регулятором взаимодействия человечества с природой. Нравственный закон должен быть положен в основу управляемой социоприродной эволюции. Нравственный закон должен стать категорическим императивом в человеческом познании и в человеческом преобразовании Мира. Нравственность должна стать внутренним законом жизни каждого человека. Как говорил Кант, больше всего его удивляет это звездное небо над головой и внутренний нравственный закон, который может быть и должен быть господствующим в каждом человеке. Капитализм, как ныне господствующий строй на нашей планете, имеет своим основанием психологию индивидуализма и эгоизма, питающуюся бессознательными животными инстинктами борьбы за выживание, безумным потребительством, жаждой власти и материального богатства. В своих многочисленных работах Александр Иванович Субетов вслед за классиками марксизма не только вскрывает истинную эксплуататорскую античеловеческую сущность капитализма, но и убедительно характеризует его как могильщика человеческой цивилизации и в целом земной биосферы. И опять же привожу его слова, безумный мир капитализма, замешанный на свои корысти, капиталогенном расизме, делящем народы на избранные и неизбранные, породил уже процесс экологического самоуничтожения человечества. Александр Иванович Субетов, как блестящий мыслитель и бескомпромиссный ученый, не только жестко и беспощадно изоблещает античеловеческую и антиприродную сущность капитализма, но и указывает выход из глобальной катастрофической ситуации, в котором оказалось современное человечество. Это выход...